Говорится, если в святом месте вы дадите лишь горсть еды живому существу, то это приведет к обширным невообразимым результатам. Как сказал царь Налину, в своей прошлой жизни он зародил веру и поднял горсть риса, которую он бросил. Когда Будда одаровал учение большому собранию людей, несколько зерен из этой еды, которую он бросил, попало в чашу для подаяния Будды. В результате будущей жизни он встретился с дармой и достиг реализации. Также царь Ашока, который распространил дарму в Индии, император Ашока, однажды поднес горсть песка в своей прошлой жизни. Император Ашока поднес горсть песка в Будде Шакьямуни и в результате этого деяния он смог построить бесконечное количество ступ на всех местах, связанных с деятельностью Будды во всей Индии. Поэтому неважно, что мы подносим, исключение от этого деяния, исключение от этого деяния невообразимо велико. Говорится, что материальные вещи, которые мы подносим, их ценности, их ценности не имеют никакого значения, поскольку если мы богаты сегодня, мы можем разориться и стать бедными. Поэтому деньги на самом деле не имеют никакой ценности. Если мы стремимся обрести лишь все больше и больше денег, тогда это не сможет принести нам удовлетворение, не может принести смысл в нашу жизнь, поскольку мы не сможем собрать эти деньги в свою будущую рождение, в свою будущую жизнь. Поэтому все, что мы имеем, на самом деле, бессмысленно. Также с точки зрения практики дармы, принести пользу чему-либо, что мы имеем, можно лишь с помощью практики щедрости. И таким образом, все спонсоры, которые помогли в организации этого 33-го Кагимана, мы накопили большую заслугу. Благодаря им мы смогли провести это великое собрание, благое в начале, в середине и в конце. И сейчас мы должны запечатать всю эту заслугу, которую мы накопили, с вознесения благопожелания. Благопожелания. Говорится, что есть 4 или 6 причин накопления блага, создания блага. И для того, чтобы предотвратить то, чтобы благо исчезло и перестало существовать. Одно из способов достичь этого – это вознесение благопожелания. Говорится, что если вы разозлитесь в каком-то священном месте, например, в месте, в котором пребывает какое-то великое существо, если вы разозлитесь на каком-то великое существо, например, на каком-то бадхисатву, так, как говорится, бадхисатва Чарья Аватарья, заслуга, накопленная на протяжении бесконечных кальпу, будет уничтожена, исчезнет. Поэтому необходимо посвящать заслугу. Точно так же говорится, что если мы разобьем, зародим неверное воззрение, например, неверное воззрение, которое противоречит дарме, или неверное воззрение, которое принесет вред великому существу, это так же разрушит накопленное нами заслуга. И третье, если мы совершили благопоступок, а затем сожалели о нем, то благо, накопленное в результате этого поступка, так же будет разрушено. Если мы сожалеем в том, о чем не следует сожалеть, то это приведет к уничтожению, к благо заслуги. Это касается заслуги, которые мы накоплены сами. Эта заслуга может быть разрушена бесконечным количеством причин. И чтобы она не была разрушена, мы должны вознесли благопожелания. В результате вознесения этих благопожеланий, до того момента, пока мы не достигнем совершенного пробуждения, эта заслуга не будет уничтожена. Поэтому мы говорим о том, что заслуга, которую мы посвятили, не может быть разрушена никакими неблагими поступками, никакими негативными эмоциями, такими как гнев и другие. Поэтому очень важно возносить благопожелания. Поэтому, как говорится, мы должны посвящать свою заслугу для того, чтобы эта заслуга не была разрушена. Тот, кому мы подносим, делаем подношение, это три драгоценности. И самым главным из этих трех объектов для совершения подношения – это санга. И во время Кагиман-Ламы у нас есть возможность сделать подношение санги. И это приносит невообразимую заслугу. И поэтому с намерением Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Его богатство сравнено с горами золота, что подносится мудрецам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держа драгоценного слона произнесите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он достойен быть оседлом царем и может летать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держа драгоценного коня произнесите На рассвете он успевает объехать всю землю во всех направлениях Затем вернуться в его гриба ослепительное, как оперение на шее павлина Пусть здесь и сейчас воцарится благость драгоценного коня Пусть и обрету силу с помощью четырех совершенных осознанностей Беспрепятственно приводить всех существ в сферу нигде не пребывающей нирваны Держа драгоценного полководца произнесите Сопровождаемый великолепным войском Он развивает все доедельного полчища Мары Наступают ли они или окружают со всех сторон Пусть здесь и сейчас воцарится благость драгоценного полководца Пусть я достигну совершенства недвойственных методов мудрости Обрету совершенную изначальную мудрость И силу свернуть высокую гору двадцати воззрений о наличии я Музыка 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 Пусть здесь и сейчас воцарится благо драгоценных рыб. Она лучшая, что сделана из драгоценных материалов. Она содержит драгоценные сокровища и источник всего желанного. Она изящно украшена божественными материями. Пусть здесь и сейчас воцарится благо с прекраснейшей вазой. Эти лотосы только что распустились на исполняющих желания деревьях, великолепных садах. У них чарующий аромат. Пусть здесь и сейчас воцарится благо с превосходных лотосов. Они невиданной красоты и изящно закручены вправо. Они подобны покрытым снегом горной вершиной. Пусть здесь и сейчас воцарится благо с превосходных раками. Он невероятной красоты. Найлучшую из форм, что способен создать ум. Яркие, сияющие. Он символ ума. Он дарует все желаемое. Убран всеми украшениями. Его любят боги. Пусть здесь и сейчас воцарится благо с славного узла. Победоносные во всех направлениях. Ты драгоценное победное знамя превосходно. Оно убрано всевозможными шелками и драгоценностями. Его вершина украшает драгоценность, дарующая все необходимое и желанное. Пусть здесь и сейчас воцарится благо с превосходного победного знамени. Искусственно сделанное из золота. Его ступица совершенно круглая. Из-за него ты сейчас спишь. Оно украшено вечно крепким оподом. Оно приводит от начальной ступени к полной победе. Пусть здесь и сейчас воцарится благо с тренадцатого колеса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Также еще одно величайшее событие, которое отличается от Кагю Малам в том, что, хотя Малама называется Кагю Малам, текст, который мы читаем во время Маламы, а также учения, которые даруются во время Маламы, то это учения, учения Будды, учения индийских мастеров, а также учения тибетских мастеров всех традиций. Поэтому это все помогает нам развить чистое видение и равностное отношение ко всем линиям, ко всем школам, и что способствует процветанию всех школ, всех линий передачи учения дармы. Также в этом Кагю Маламе приняли участие не только монахи, монахи из школы Кагю, также здесь были монахи школы Сакья, Гилуфы, Нигмы, также даже четыре монаха из Лени Джананг. И таким образом на Кагю Маламе присутствовали монахи-монахини из всех четырех-пяти линий тибетского буддизма, и я думаю, что это очень хорошо, это просто удивительно. И таким образом с разных сторон этот Кагю Малам прошел очень хорошо. Так произошло благодаря состраданию мастеров прошлого. Мы бы не смогли осуществить все, что мы смогли осуществить без сострадательной активности мастеров прошлого. Нам бы было очень сложно реализовать это без благословения мастеров прошлого, но поскольку все это произошло спонтанным образом, без усилий, а у нас нет особых опыта, особых способностей. Это все произошло таким образом, без усилий, благодаря благопожеланиям мастеров прошлого о том, чтобы в будущем живые существа смогли собираться вместе и возносить подобные благопожелания, которые возносятся на этом Кагю Маламе. И благодаря благопожеланиям мастерам прошлого, люди из стольких стран смогли собраться в этом священном месте в Бадгайе и вознести все вместе эти благопожелания. Это все является плодом великих благопожеланий мастеров прошлого, и поэтому мы должны вспомнить о их доброте. Мы должны зарадоваться их жизненным примером. Каждый год во время Кагю Малама мы можем наслаждаться присутствием Гелцапа Рибача, Джамгона Контролла Рибача. И хотя у них очень много дел, они приезжают каждый год на Кагю Малам. Это великая заслуга, великое благо для всех нас. И поэтому я хочу поблагодарить сердечных сыновей двух Рибачей за то, что они приезжают на Малам каждый год. Также на Кагю Маламе присутствуют Рибача, Джуку, мастера из различных монастырей. Всего их 37 человек. У них у всех есть свои собственные виды деятельности, своя активность. Однако они выделили время для того, чтобы приехать сюда. Также здесь присутствует более 50 кембов из различных монастырей. И поэтому я хочу поблагодарить всех мастеров, всех кембов, кто приехал на этот Кагю Малам. Также все монахи и монахини, Бикши и Бикшини, все члены Санги, которые приехали сюда и поддерживали монашескую дисциплину во время всего Кагю Малама. И осуществляли все активности Малама. И именно благодаря вашему интересу, вашим усилиям Кагю Малам прошел так хорошо. Поэтому большое вам спасибо. Иногда я постоянно говорю спасибо, спасибо, благодарю вас. Тяжело не говорить этого. Но что еще хочу сказать. Здесь есть люди из гималайского региона, люди, приехавшие издалека из-за границы. Я хочу сказать что-то всем вам. Я не знаю даже, что вам сказать. Все вы приехали издалека. Особенно тем, кто преодолел большие трудности, чтобы приехать сюда. В Бадгайе нелегко пребывать. Конечно, это священное место. Но условия для проживания в Бадгайе, мягко сказать, довольно средненькие. Поэтому мы с мотивацией принести благо и чистой мотивацией отношения к дарме приехали сюда. И я хочу поблагодарить вас за это. Так как я уже говорил, примерно 1600 человек трудились, служили на Маламе. Они служили день и ночь. К примеру, некоторые из них вообще не спали на протяжении нескольких дней. На Маламе трудились несколько различных команд, групп. И ни одна из них не является более важной, чем другая. Все, кто служит на Маламе, весь их труд чрезвычайно важен. И люди использовали все свои умения для того, чтобы принести пользу другим. Раньше, в прошлом, в основном члены Сангхи служили на Маламе. Тогда как мирянам не было особо возможности для того, чтобы помогать на Маламе. Однако сейчас члены Сангхи трудятся вместе с мирянами. И это все труд на благо сохранения учений. Конечно, легко сказать, говорить о помощи, но не так-то легко помогать, осуществлять помощь на практике. И поэтому я хочу поблагодарить всех, кто служил на Маламе, кто помогал в его проведении. А на самом деле это должно быть особое обращение, как оно называется в программе. Но у меня нет никакого особого совета, который я могу вам даровать во время этого особого обращения. Однако я хочу рассказать вам об одной ситуации, об одной истории. В прошлом году в Непале было большое землетрясение, в котором погибло очень много людей и разрушило очень много домов. Это создало большие трудности монастырям в Непале, и в частности монастырям Кагью. В некоторых монастырях главные храмы были полностью разрушены, их нужно восстанавливать заново. А те храмы, которые не нужно заново строить, необходимо восстанавливать. Во время землетрясения я был в Соединенных Штатах, и я хотел что-то сделать во время того, как случилось землетрясение после того, как случилось землетрясение. Мы все подумали о том, что мы должны собирать средства для того, чтобы восстанавливать монастырь. Однако стал вопросом, что мы можем сделать все вместе для этого. Конечно, каждый монастырь собрал средства на свое восстановление сам по себе, отдельно. Однако мы хотели, чтобы был какой-то общий способ собрания средств для этого. И я забыла об этом сказать ранее, у меня никогда нет времени для этого, и поэтому я хочу сказать об этом сегодня. Завтра, скажем, в 9 часов представители монастыря из Непала, они все должны собраться вместе. Я прошу вас, чтобы мы все собрались для того, чтобы начать кампанию по сбору средств. Есть монастыри, которые смогли уже собрать средства собственными усилиями, но есть монастыри, которые не смогли сделать это. Поэтому мы должны обсудить ситуацию в разных монастырях и определиться, каковы наилучший способ сделать это. Я хотел посетить Непал после землетрясения, но для меня трудно поехать туда. Вы должны представители всех монастырей из Непала должны обсудить это с Гемцу Сананом завтра, собравшись в 9 часов утра и принять решение, которое вы должны потом сообщить мне. Итак, следующее. Я говорил во время собрания о том, что мы должны обсудить программу обучения для монахинь. Я не должен принимать решение по этому поводу. Один. Я хочу обсудить это с Гемпо из различных монастырей. Я хочу обсудить это с Гемпо из различных монастырей. Я думаю, что мне нечего больше вам сказать. Сегодня я был так занят, что мне даже не было мне пообедать. И поэтому у меня не было времени подумать о том, что я хочу сказать. Ну, вкратце, я хочу сказать, что этот 33-й Кагю Малам сейчас подошел к своему завершению и он произошел самым совершенным образом. И поэтому посвятите все корни добродетели для того, чтобы учение Будды процветало на протяжении долгих времен, чтобы коронная драгоценность всех держателей. Учение Его Святейше Святого Далала Лама жил долго, и его активности процветали, чтобы все держатели учений, всех линий тибетского буддизма жили долго, чтобы все члены Санги во всех десяти направлениях пребывали в гармонии и обладали чистотой всех трех видов тренировки. Пусть на всей планете, а говоря, в общем, пусть вся Вселенная будет исполнена мира и счастья. Давайте посвятим заслугу, чтобы она стала причиной того, чтобы исполнилось все именно так. Также мы сейчас хотим объявить победителей экзаменов по соблюдению монашеской дисциплины. Поддерживали их семья со всеми с вами. Я не знаю, что это. И сейчас мы объявляем победителей в этих экзаменах. И я даровал посвящение. И в следующем году я хочу провести церемонию долгой жизни для его святейшества Далаламы. И сейчас Кэмпо Гэл Сэн Нима объявит победителей экзаменов о соблюдении муческой дисциплины. Кэмпо Гэл Сэн Нима объявит победителей экзаменов о соблюдении муческой дисциплины. Кэмпо Гэл Сэн Нима объявит победителей экзаменов о соблюдении муческой дисциплины. Кэмпо Гэл Сэн Нима объявит победителей экзаменов о соблюдении муческой дисциплины. Кэмпо Гэл Сэн Нима объявит победителей экзаменов о соблюдении муческой дисциплины. Кэмпо Гэл Сэн Нима объявит победителей экзаменов о соблюдении муческой дисциплины. Кэмпо Гэл Сэн Нима объявит победителей экзаменов о соблюдении муческой дисциплины. И в результате этого... Хотя в мире проводится много различных молитвенных фестивалей Манламов, однако правила поведения Ченапсангия на Какью Манламе оценивается очень высоко. Такими великими учителями, как и Восвятишество Далалама. Это вселяет большую радость в сердца людей во всем мире. Все это случилось благодаря величайшему состраданию и доброте мастеров. Здесь присутствует также много новых монахов и монахинь из различных монастырей. И поэтому мастера дисциплины... Вместе с мастерами дисциплины мы учредили... Учредили призы для победивших в соревнованиях по соблюдению правил монашеской дисциплины. В прошлом году проводились экзамены о том, как монахи носят одеяния и других правил поведения. И я хочу сказать, что по сравнению с прошлым годом, в этом году мы отметили большие улучшения. И за это я хочу поблагодарить всех вас. Во время проведения этих экзаменов... Мы проверяли, как монахи способны на сесть в свои одеяния, как они способны складывать их, сколько времени это занимает. И мы начисляли баллы, оценивая качество этого. И очень многие монастыри показали очень хорошие результаты. И поэтому мы даже думали о том, что, наверное, необходимо дать призы всем монастырям, но мы не можем дать призы всем монастырям. Но это невозможно. И поэтому мы присудили три главных приза. И первые призы в денежном измерении будут присуждены монахам-пастушникам, монахам с полными обетами Гелонгом, и другие призы в денежном измерении Гелонгом. И также были расположены второе и третье место. Третье место среди монахов-пастушников. третий приз для монахов-пасушников Это женский монастырь в Бутане Я прошу мастера дисциплины из этого монастыря получить приз, выйти и получить приз Гецулма, да, это приз за лучшее поведение среди Гецулма Второе место среди Гецуллов и Гецулм 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 Полпунц play у и хироп делай погонки монастырь и полпу и шарап галень полный башенский монастырь и ищет апреля и попал мастер дисциплины прошу подадите ты дела он сумма он там бочек и он там бог сейчас пришло время объявить победителя занявшего первое место и так первое место занят антон был длопор корма бюджета диле получать монастырь получает женский монет монастырь диле получили монахини я думаю что когда будущем установим полные женские монашеские обеты гелом это монахов не будет никаких шансов от и дилла геннон геннон ансуман это маги и сейчас призы для монаха с полными обетами геннон и шо геландов джо лам джо джо ган сумма третье место среди среди геландов ансумба ансумба не дон чилей получает монастырь бакар аренпача представитель бакара бакар пожалуйста Вы будете получать пресс. Бакар Геннаджи Корлинг. 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 Спасибо. 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 Я посвящу все. Все, что было собрано на Когеумаламе. Но до этого я хочу сказать о трех важных вещах. Первое. Он провел четыре года в ретрите в отдаленных горных районах, в которых он претерпевал большие трудности. И многие люди говорили мне, вы, наверное, знаете, где он находится. Скажите нам. Однако я не знал, но я не знал, я не знал, где он. Наверное, сам Рябачей не знал, где он был, не знал названия мест, в которых он пребывал и практиковал. И сейчас он завершил свой ретрит и приехал на Датхагималам. Он один из главных мастеров, присутствующих на Датхагималане. Поэтому я хочу передать ему товарища Рябачей. Второе, о чем я хочу сказать. Это когда в 2004 году Кьябча Бакар Рябачей ушел в Паринирбану. Мы помнили о доброте Бакар Рябачей, который возобновил проведение этого Кьябан-Лама в 83-м году. И сейчас, когда Бакар Рябачей снова с нами, мы хотели показать ему, как сейчас проводится Кьябан-Лам. Для того, чтобы он мог проводить его в будущем, чтобы в будущем он взял на себя ответственность за проведение Кьябан-Лама в будущем. И поэтому я очень рад, что Бакар Рябачей смог приехать на Кьябан-Лам в этом году. Это большая радость для всех нас. Я молюсь о том, чтобы его активность в будущем процветала. Я уже не могу сказать точно, сколько лет назад ушел Кьябча Бакар Рябачей. Несколько лет тому назад Кьябча Бакар Рябачей ушел в Паринирбану. Во время собрания для монахини мы возносили, мы проводили специальную пужу, ритуалы для защиты Церингу. И в это время у меня была большая преданность Кьябча Бакар Рябача. И тогда у меня было видение, которое я потом записал, для того, чтобы передать его Сангинембе Бакар Рябачи. И я хочу сказать, что я надеюсь, что Кьябча Бакар Рябача скоро сможет вернуться и осуществлять великие активности. Кьябча Бакар Рябача Сейчас, пожалуйста, вознесите великое благопожелание, страница 157. Все Будды трех времен, кто приходил в прошлом, приходил в настоящий, будут приходить в любом из пограничных миров. Что не имеет ни середины, ни конца. Все Батхисатвы, Шравлаки, Пратикамуды, Боги, Риши и Эдхары, все постигши истину Ямали, подумайте обо мне. Благодаря силе и могуществу всех корней добродетелей, что я взрастил, которым Пашиалу и сорадовался с безначальных времен, в особенности тех корней добродетелей, что я обрел в Батхисатве, в месте, где Будды достиг премуждения в этом невероятном, сотворенном умом дворце. В честь этого особого события, когда мы придаем океану добродетелей, приглашая всех Будды, Батхисатвы, собрания шравок в десяти сторон, совершая перед ними простирание дела и подношения, раскаиваясь, проступиваясь, сорадуясь благому, просяя их повернуть к нему Сударму, и моля не уходить, не рвану ради того, чтобы исцелить все миры в соответствии с предписаниями Будды, и чтобы возникли безмерные счастья и пользы от того, благодаря силе и могущества всех корней добродетелей, которые взрастили, поощряли, и которым сорадуются все Будды прошлого, настоящего и будущего, все Батхисатвы, шравки, протекабуды и всежие существа. Пусть все миры Вселенной отчистятся от омрачений, пусть они преисполнятся совершенно и первонапрично чистых достоинств. Пусть миры Ад, миры Ямы и миры Животных, что уже возникли, будут разрушены и опустены, пусть они не возникают впредь. Если же из-за силы кармы они не разрушатся, пусть их основания, строения и ограды из горячего железа станут красивыми и приятными дорожными наслаждениями. Пусть кипящие воды превратятся в пруды-купальни с водой, наделенными восьмию качествами, покрытыми лотосами, пусть над ними раздаются сладкозвучные крики, лебеди и других птиц. Пусть тупы и песты из раскаленного железа, крушащие горы и все вокруг превратятся в цветочные дожди. Пусть реки горящего пепла, лишенные брода, болоток неющих трупов, леса из леса и все остальное станет рощами, украшенными деревьями, цветами, фруктами и телевыми травами. Пусть горы Шалмали превратятся в горы драгоценностей, украшенными множеством мороскидистых деревьев с необычайно мягкой землей, усладанной зеленой травой и цветами. Пусть все наводняющие ужасы, сторожи ада, львы, псы и остальные превратятся в богов, богинь, драгоценностей, лунов, слонов и прочих. Пусть ады опустеют и двородевшись там, пусть мгновение ока, существа покинутых, не раздаются в большем мире. Если же эти существа не покинутых немедленно после рождения, то пусть все миры и ямы покроются мягкой землей, сделанной из драгоценностей, что прогибается, когда по ней ступаешь, и поднимается, когда встаешь, пусть она будет наполена всем необходимым. Пусть та земля покроется всевозможными съедобными ястрами, такими, как фрукты и напитками, пусть возможные виды еды и питья падают с неба, подобно дождем. Пусть так всегда сияет солнце и луна, пусть лето будет прохладным, а зима теплая, пусть со всех сторонах. Пусть по всем сторонам борлящимым потоком и течет вода, обладающая восьмию качествами, пусть там будут деревья, обирасывающие приятную и не убывающую тень, пусть вся карма, ведущая к рождению в мире животных, исчерпается, как никто не рождается. Если же существа родятся там, пусть без промедления они наставят эту жизнь и обретут рождение в лучшем из высших кармах. Если же существа не оставят эту жизнь сразу после рождения, пусть они станут разумными, как разумнейшие из людей, и освободятся от неведения. Пусть они обретут свободу и не будут находиться под гнёдом других, пусть они освободятся от необходимости давать свою шерсть и тому подобного, жить в стаде, носить веюки и забитыми, или стать добычей друг друга. Пусть они беззаботно бродят, находят пищу и питьё, какое пожелают, и наслаждаются благами, подобным благам высших из миров. Пусть горуты не вредят нагам, пусть дождь с горячего песка станет дождём из драгоценностей и цветов. Пусть снова и снова в мир людей приходят чакры вортины, пройдущие четырьмя континентами. Пусть все эпохи будут подобные эпохи совершенства, пусть в этих мерах не будет ущелья, гор, скал, грязных колодцев, деревьев, шипами и тому подобного. Пусть они станут ровными, как подольные руки, и просторными. Пусть земля будет податливой и мягкой, пусть всюду простираются луга с различными цветами, съедобные урожаи, пусть растут без возделывания. Пусть урожаи зреют без помех, пусть там растут все желанные футовые деревья и целебные травы. Пусть там растут ничего ядовитого или того, что может вызывать болезнь. Пусть все, что только пожелаешь, драгоценности или одежды, сразу появляется, стоит лишь о том подумать. Пусть драгоценности и все необходимое падают с неба, дождем, пока это происходит в эпоху совершенства. Пусть все люди блаженно пребывают внутру матери и легко появляются на свет, пусть они будут здоровы. Если же они заболеют, пусть рядом окажутся лекарства и врач, и они вскоре выздоровеют. Пусть глухие во всех мирах обретут слух богов, пусть слепые обретут чистые божественные очи, Пусть немые обретут красноречие, пусть безумцы станут рассеудителями. Пусть все люди будут красивыми, обладают красноречием, ясным романом и всеми достойными восхвалениями и достоинствами. Пусть те, кто в заточении и те, кто ожидает смертного приговора, с легкостью освободятся. Пусть все будут свободны от 8-16 страхов. Пусть они никогда не расстаются с тем, что им дорого и приятно. Пусть они никогда не сталкиваются с тем, что им неприятно. Пусть все люди всегда с любовью относятся друг к другу, избегая ссор и вражды. Пусть они избегнут внезапной смерти, пусть они живут долго, пусть все их желания исполнятся в соответствии с истиной дармы и их намерениями. Пусть никто не рождается в диких варварских местах, пусть они в полоте обладают всеми свободными богатствами. Обратя тело за всеми свободными богатствами, пусть они увидят самсару, как полыхание огня, пусть они зародят желание освободиться от нее, пусть зародят желание освобождения. Они встретят духовного наставника, обладающего всеми описанными качествами, пусть с преданностью опираются на него, пусть они избегают любых проступков в отношении к нему. духовного наставника, таких как неуважение. Пусть они поднимают учения наставника, полный безошибочный пути к высшим мирам, освобождению в сведению. Пусть они обладают умом, способны быстро и верно понять смысл их Будды. Пусть они с усердием практикуют смыслы слышного. Пусть Будда Тхарма источник всех благ, счастья и совершенствований. Распространяется, процветает, не приходя в упадок. Пусть все санки, в серый день и ночь, посвящают Троима лишь благим деяниям, таким как 10 практик Дхармы и следование учения Двух Колесниц. Пусть все санки живут в согласии и исполнят свои право назначения. Пусть все царь и министры, поданные, домовладельцы и другие исполнятся верой и великого почтения к трем драгоценностям. Пусть все люди радуются благим поступком и усердно их совершают. Пусть асуру избавятся от зависти в благосбирь богов. Если же асуру начат война, пусть они испытывают пострадания от раны и смерти. Все же слова вacker движения дDRагоценностям исполнятся почтения. Пусть они возрадуются и устремятся лишь к благу. Пусть боги избавятся от страданий войны с асурами, от ран и смерти. Пусть они освободятся от всех страданий, таких как знаний, печаль, знаки, приближающихся смерти, и падения в нижние миры, и пусть они всегда будут счастливы. Пусть великий барабан дарма, что пробуждает обеспеченности, всегда звучит ради того, чтобы его услышали все боги. Пусть звуки дарма доносит также из любого музыкального инструмента. Пусть все существа зародят драгоценное подречит, но пусть она не ослабевает. Пусть все существа из рода Шаравакам и Пратикамуд достигнут нирваны, пусть вскоре после этого они зародят великий дубят в чудо и вступят на путь Махаяна. Пусть Бодхисатты принесут благо существам, как того желают. Пусть обширные деяния и пожелания Бодхисатов быстро принесут плоды. Пусть каждый Бодхисатты быстро приведет к созреванию бесчестных учеников. Пусть, создав свои собственные чистые земли, они быстро достигнут совершенного пробуждения. И до стихотом пробуждения. Пусть они наполняются все сферы живых существ. Бесчастинными нирванаками, что поворачивают колесо учения ради трех типов учеников. Пусть они на время приведут существа из рода шравлогов и противоположных малой нирване, а затем утвердят их всех на ступенях Великого Пробуждения. Усть безупречная Будда Дарма наполнит все миры. Пусть она процветает, распространяется и никогда не исчезнет. Пусть никто из Мар не препятствует распространению Дармы. Если же они попытаются препятствовать этому, пусть их старания не принесут плода. Если кратко, я возношу пожелание, чтобы возносили все Батхисатвы. Если кратко, я возношу пожелания, чтобы возносили все Батхисатвы Прошлого, все пожелания, чтобы возносили Батхисатвы Настоящего, все пожелания, чтобы возносили Батхисатвы Будущего, все, сколько бы их ни существовало. Пусть я проявлю любое воплощение, которое смогут укоротить тех, кого нужно упрощать. Для каждого живого существа принося любую пользу, счастье, благо для всех существ, устраняя их недостатки, страдания, несчастья, страдания, приводя их всех к освобождению и всевидению. Пусть я совершаю это как для одного и всего существа, так и для всех существ без исключения. Пусть подобно лекарству, пище, одежде и прочим вещам, подобно земле, воде, огню, ветру и пространству, я стану опорой жизни всех существ. Если кратко, пусть я принесу любое благо для каждого живого существа и воплощу все их надежды, так, как они того живут. Когда я обрету тело изначальной мудрости, пусть оно будет видимо даже для тех существ, кто совершил великие злодеяния и чьи омрачения огромные, пусть для этого не придется избавляться даже от малой части своих омрачений. В особенности, так же, как прославленный висунг Хелк, он возносил в течение нечисленных кальп, по желанию о том, чтобы стать воплощением активности всех будет трех времен, так пусть и я, чё, дорогим, всё. А владею его и воплощу активность всех без исключения будут трех времен, пусть я при получении всех без исключения будут от своих собственных, не смогу распространить их до пределов пространства, не дав им исчезнуть до тех пор, пока существует самсара. В особенности, здесь вожжатся, великий месяц, где наш учитель не в среде людей достиг пробуждения, в этом величественном дворце Дхармы, в граничной оконечке, в месте, где собраны воединочки, а самсара и нирвана, в этом украшении Вселенной, все охватывающие мандали, пусть процветают и распространяются среди драгоценностей и истинной Дхармы. Дхарма Сугат 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 Суд праздник, в отношении Торма Дармакалам, в отношении Торма Гутам, приглашения на празднество всех людей с воздержавших и дальних округ. Благодаря всем этим корням добродетель, в комплекс трех миров не переродились усопшие в силу кармы. Пусть все эти корня добродетели останутся с ними и будут их сопровождать. Пусть усопшие собраться страдания шести класса существ, обретут человеческое тело со всеми свободными преимуществами. Пусть обретят такое человеческое тело, они услышат слова «три драгоценности». Слышав слово «три драгоценности», пусть они обретут веру в «три драгоценности». Обречай веру в «три драгоценности», пусть они примут приближище. Зародят благо Батхичи, то прежде кое-то переписание достигнут следующего состояния Будды. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Я кланаю с трем драгоценностями. Я клануюсь Ария Бадхисатве, исполненному великого сострадания. 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 Страница 422 Отец, исполнивший благопожелания, защитник Всюсчастья Я склоняюсь к твоим стопам Слушайте, все собравшиеся здесь ученики Вы были очень добры ко мне И я был добры к вам Пусть учитель и ученики равны в доброте Встретиться в земле обмирать Все присутствующие здесь покровители Пусть вы обретете здоровье, долгую жизнь и заслуги Пусть у вас не будет слух на береге Пусть ваши пожелания исполняются в соответствии с дармой Пусть в этом краю все будет благоприятно Пусть люди не знают болезней и раздоров Пусть богаты будут урожай Обильными зерном, радость и покой Пусть все практикуют дарму в трех временах Пусть все, кто видит меня Слышат мою речь Вспоминают мою жизнь Или слышат мое имя Встретите со мной в операте Пусть всякий, кто следует И практикуют мою историю жизни И все, кто совершает поклоны или подношения Для чтения или слушания ее Встретиться со мной в операте Все люди в будущем Если вы способны медитировать Пусть благодаря моим лишениям Вы будете свободны от препятствий Против церкви Безмертная заслуга заключена В следовании аскиза Ради дарма Безмертная доброта Заключена в поощрении к ней Безмертная благословение Заключена в слушании Истории моей жизни Безмертная благословение Безмертная скучная благословение Этих трех безмерных Безмертная колбаса Пусть существует Суперкотия Едва услышим Пусть все обретут растяжение, и два повышения об этом. Пусть свыста, где я пребывал. И места, где находятся принадлежащие мне вещи. Пусть свыста, где я пребывал. Где бы ни присутствовали элементы земли, воды, огня и пространства. Пусть я также пребываю там. Пусть боги, наги и остальные существа восьми глазов. Местные божества и духи не чинят вреда даже на мгновение. Пусть их желания будут соответствовать армию. Не позволяю ни одному животному, насекомому, или любому другому существу пропасть в самсаре. Пусть я веду всех и каждого к освобождению. Субтитры создавал Dima Сумжа. Дима Сумжа. Дима Сумжа. Продолжение следует...